Здравствуйте, уважаемые посетители канала Иванова Наука! Большой урожай яблок, защищенный от болезней, от плодовых гнилей, и подкормленные яблоньки, все это очень-очень хорошо. Но яблочный урожай не будет храниться, если у вас в почве не хватает одного очень важного элемента питания. И этот элемент питания не что иное, как кальций. Когда кальция не хватает в почве, яблочки начинают болеть горькой ямчатостью. Не хранятся, вишни плохо завязываются, черешни плохо завязываются, сливы не хотят расти, многие плоды сильно трескаются, потому что кожура делается мягко, неустойчиво, сильно бьются, как следствие плохо хранятся, плохо транспортируются и вообще болеют. Что ж, подкормки кальцием являются очень-очень важными и для сада тоже, не только для томата. Вот я вам расскажу, как без дорогих удобрений, без хилатов, без каких-то премудростей сделать подкормку сада кальцием, а также дедовский способ, который поможет вам полностью избежать дефицита кальция в вашем саду. Чаще всего проблемы с нехваткой кальция возникают в садах, которые заложены на кислых почвах. Даже если в момент закладки сада проводилось известкование, кальций к этому моменту уже и вымылся, и поглотился, и унесся из этого сада вместе с урожаем. Поэтому кальций надо обязательно вносить. Существуют вне корневые листовые подкормки, но лучше всего все-таки кальций вносить в почву. Чтобы сделать кальциевую подкормку, совершенно не обязательно мудрствовать. Возьмите гашеную и известь самую обыкновенную, самую дешевую строительного магазина. Возьмите ее один стакан и растворите. Но она не совсем растворяется, она растворяется в маленьком количестве в воде, а получается такое как бы известковое молочко. Вот растворите в ведре стакан этой извести пушонки. И на большое дерево это ведро, пожалуйста, вылейте под корень. Эту процедуру можно делать весной, эту процедуру можно делать осенью, эту процедуру можно делать в августе, когда угодно. Но, конечно, лучше всего, чтобы уже яблочки образовывались при достаточном уровне кальция в почве. Делайте такую процедуру ежегодно, однократно, для того, чтобы компенсировать потери кальция из земли под вашими деревьями. Для более молодых деревьев хватит и половинной дозы. Влейте сюда не целое ведро, а половинку ведра. В обязательном порядке делайте такие подкормки для вишни, для сливы, для персика, для абрикоса и для всех-всех-всех плодовых растений. За исключением, конечно же, голубики и со смородиной. Надо быть очень аккуратным в отношении вот этих известковых подливов, потому что смородина не очень любит пересчелаченную почву. Что же касается дедовского способа, то он очень-очень-очень простой. Просто берите всю золу древесную, если она у вас есть, которая образуется, и всю зиму носите под плодовые деревья. Вываливайте хоть прямо на снег. Конечно, какое-то количество калия унесется вместе с талыми водами. Ну а кальций, который в золе, он, конечно, будет просачиваться, накапливаться постепенно в почве, восполняя те потери, которые выносятся вместе с урожаем. И вам абсолютно вообще не придется беспокоиться ни о каких поливах. На этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи!